Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» радует своим очередным проектом. Младшие Брегели и их эпоха – нидерландская живопись Золотого века. Представлены 70 произведений XVI-XVII веков из частного собрания коллекционеров Валерия и Константина Мауэргауз, которые приобретали картины в течение 20 лет на Сотбис, Кристис и других аукционах, а также в частных галереях. Основу выставки составили работы представителей династии Брегелей. Питер Брегель-младший, прозванный Адским, первый сын и последователь Питера Брегеля-старшего. Он был прекрасным копеистом отцовских творений, благодаря чему мы имеем представление о многих работах его отца, оригиналы которых утрачены. На выставке Питер Брегель-младший представлен картинами «Зимний пейзаж» с ловушкой для птиц, «Бобовый король», «Добрый пастырь» долгое время атрибуция этой картины вызывала споры. Многие специалисты видели в ней оригинал Питера Брегеля-старшего, и лишь в 2014 году после тщательных исследований она была признана авторской работой превосходного качества Питера Брегеля-младшего. Второй сын, Ян Брегель-старший, пошел путем создания новых жанров, ориентируясь преимущественно не на бытовые образы, а на мафиологические, пейзажные и натюрмортные композиции, применяя при этом особую, тонкую манеру письма. И, наконец, внук и наследник мастерской Ян Брегель-младший. Их мастерская была одним из самых популярных и востребованных художественных производств, оказавшим большое влияние на фламандскую школу живописи XVII века. Произведений основателя династии, самого Питера Брегеля-старшего, известного под прозвищем Мужицкий, в России нет, и на рынке их можно встретить крайне редко. С именем этого самого известного и значительного, износивших фамилию Брегель, связывают расцвет национально-нидерландской живописи. Гений великого мастера дал импульс для длительного, не в одном поколении, развития уникальной брегелевской традиции. Особая гордость коллекции – произведения фламандских и голландских натюрмортистов. Такого рода картины сравнительно поздно, уже после Второй мировой войны, стали предметом повышенного интереса, поэтому они до сих пор, за редчайшими исключениями, отсутствуют в музеях России. Первоклассные по живописному качеству образцы этого жанра в представленной коллекции в значительной степени восполняют этот пробел. Натюрморт XVII столетия отражает особенности восприятия, мировоззрения той эпохи, то, что с легкостью считывали тогда современники, сегодня понятно не всем и не всегда. Предметы, изображенные в натюрморте, многозначны, наделены глубоким смыслом – назидательным, религиозным. Интересно, что до середины столетий у голландцев не существовало обобщающего понятия для изображения неодушевленных предметов. Такие картины называли потому, что на них было изображено. Вот, например, натюрморт с фруктами на блюде из дельфского фарфора, раковинами, ящерицей и бабочкой Амбройзиуса Босхарта-младшего. Однако оставим читателя в предвкушении собственных эмоциональных впечатлений от удивительных натюрмортов этой коллекции и проиллюстрируем мысль на примере шедевра из другой коллекции, а именно меценатов братьев Щукиных, наследие которых в 2019 году представило Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Это мастер натюрморта конца XVI-начала XVII веков, голландский художник, специализировавшийся на изображении накрытых столов, так называемых завтраков, банкетов, Питер-класс. На данном полотне представлены предметы, связанные с повседневным бытом частного человека. Бокал, солонка, гроздь винограда, орехи, рыба. Но в изображении, казалось бы, самых обычных вещей скрыт тот особый, упомянутый выше, религиозный подтекст. Хлеб и вино есть символы причастия, тело и кровь Христовы. Виноград, евангельский образ Христа, единого источника жизни для человека. Виноградная лоза в Ветхом Завете – символ земли обетованной, в новом – рая. Сельдь – напоминание о посте. Само слово «рыба» несет символическую нагрузку. Его читали как аббревиатуру фразы «Иисус Христос, Сын Божий Спаситель». Соль в натюрморте – тема воскрешения и надежды на вечную жизнь. Орехи – напоминание о том, что крест, на котором распят Христос, был из орехового дерева. Очищенный лимон очень часто встречается в голландских натюрмортах. Это символ умеренности. Стоит добавить его чуть больше нужного, и блюдо станет слишком кислым. Следовательно, человек должен задумываться, чтобы в его жизни всего было в миру. Сюжет создает впечатление, что кто-то, не окончив трапезу, вышел из-за стола, откатилось виноградин, очищенный лимон, раскол от ореха, недопито вино. И в этом тоже назидательный смысл. Люди не знают, когда им суждено покинуть этот мир, но должны всегда заботиться о своей душе, чтобы в любой момент быть готовыми предстать перед Божьим судом. Не только в натюрморте. Во всех картинах Брегелевской школы через обыденность, через бытовые детали передается великая гармония взаимоотношений с Богом. Для художников нет неважных деталей. Все, что человек видит и чувствует, – это отражение его внутреннего мира, либо покоя и умиротворения, либо хаоса и безобразия. В этой связи хотелось бы провести еще одну параллель с замечательным проектом Третьяковской галереи 2019 года «Свободный полет», который ассоциативно связал друг с другом произведения советских художников-нонконформистов из коллекции музея Анатолия Зверева и киношедевры режиссера Андрея Тарковского. Выставка показала сложное переплетение от предвидения до полного вырастания живописных сюжетов картин художников в сюжеты фильмов гениального режиссера. Так, картина Питера Брегеля-старшего «Охотники на снегу» у Тарковского в фильме «Солярис» практически превратилась в символ нашей цивилизации. Вглядываясь вплотно глазами героини, которая не способна постичь в красоту и величие земной жизни, поскольку является порождением океана Соляриса, особенно остро осознаешь великую благость быть рожденным и жить на планете Земля. Чувство прекрасного у каждого свое, но есть и абсолюты. О них ведает нам Брегель. На них строит свои сюжеты Андрей Тарковский, сказавший в одном из интервью. «Я полагаю, что все мои фильмы говорят в сущности об одном и том же. Люди не одиноки в этом мире и не брошены в пустом мироздании на произвол судьбы. Напротив, они связаны бесчисленными нитями с прошлым и будущим. А всякая отдельная судьба так или иначе вписана в контекст развития всего человечества». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok